Друзья, тема сегодняшнего видео – дневные ходовые огни. Покажу способы их подключения, а также сделаю обзор нескольких заводских и самодельных вариантов. Думаю, почти все в курсе, что в настоящее время необходимо ездить с включенными фарами даже днем, либо с дневными ходовыми огнями. Хорошо, когда они есть с завода и включаются автоматически, но другое дело, когда их нет, и вы либо забудете включить свет, либо наоборот забудете выключить. И то, и то иногда может привести к негативным последствиям. Кстати, с включенным светом фар авто кушает больше топлива. И кто-то сейчас подумает, что это мелочи, но посчитайте примерный расход на электроэнергию автомобиля. Например, при включении ближнего света фар у нас включается как минимум 6 лампочек, ну и панель приборов. Это в среднем 140 Вт в час. Ну а представьте, какой расход будет в год. Ну а энергия, она из воздуха не берется. На ее генерацию также тратится топливо, и немало. А также лампочки очень часто перегорают, поэтому советую ставить дневные ходовые огни. Но и тут есть свои определенные тонкости, в которых стоит разобраться. Вот мой расход топлива. В среднем где-то 0,72 литра в час. А сейчас включаем ближний свет. И как видите, расход начал расти. 0,87, 0,85, даже мелькнул 0,9. То есть расход увеличился почти на 200 мл в час. Ходовые огни потребляют очень мало энергии, при том, что светят довольно ярко. Допустим, вот эти всего на 9 Вт, но вот такая лампочка на 21 Вт. Давайте проверим, что ярче. Ответ очевиден. Но ходовые огни тоже не вечные, и чтобы они служили как можно дольше, необходимо соблюдать определенные условия. То есть они должны быть герметичные, также светодиоды должны хорошо охлаждаться, и они не любят скачки напряжения, то есть перепады особенно высокие. Поэтому на них нужно ставить фильтры. Допустим, вот эти ходовые огни покупались на Алиэкспресс, и там же покупались фильтры для них. Вот ссылку оставлю. И с ними они прослужили 2 года, и в настоящий момент они тоже работают. Единственный косяк, вот у них сломались стекла. Нужно было еще перед установкой закатать их бронепленкой, тогда бы такой проблемы не было. Подключение ходовых огней можете сделать от возбуждения генератора через реле. Таким образом, у вас они будут включаться автоматически, где-то через 2 секунды после запуска двигателя. На работу генератора это никак не повлияет. И можете пойти еще дальше, взять 5-контактное реле, в итоге у вас ходовые огни будут отключаться при включении света. Как подключать такие реле, и как они работают, я уже показывал. Смотрите старенькое видео на моем канале. Если не хочется заморачиваться с генератором, то можете подключиться напрямую от замка зажигания. То есть, где появляется плюс при включении. В основном это желтый провод. Ну а если не хочется ввести провод под капотное пространство, то можете подключиться напрямую от мотора стеклоочистителя. Там, кстати, плюс довольно-таки мощный. Поэтому никаких проблем от ходовых огней у вас не будет. Дневные ходовые огни нельзя оставить так, как вам захочется, потому что по их установке есть определенные стандарты. Это не ниже 25 сантиметров от земли, и не выше полутора метров. А также отступление от края кузова должно быть не более 40 сантиметров. Ну а расстояние между ними не менее 60. Кстати, я заказывал еще один вариант. Очень дешевых ходовых огней. Меньше 50 рублей за штучку. Также на Алиэкспресс. Ссылку обязательно оставлю. Они, в принципе, очень яркие. Единственная проблема в том, что их нужно либо чем-то закрывать, либо ставить под стекло фары. Потому что внешней защиты у них почти нет. Лично мне больше всего понравились ходовые огни под названием «Орлиный глаз». Они прям очень яркие. Удобные в установке. Тут, видим, есть гайки. Сами они металлические, то есть хорошо охлаждаются. И стоят вообще недорого. По-моему, 40 рублей штучка. Точно уже не помню. Тоже ссылку оставлю. Сейчас покажу, как они светят. Ставите по три штучки с каждой стороны. И будет вам счастье. Думаю, больше и не надо. Я взял еще желтые. Думал, что вот эти белые будут с синим оттенком. Но, как оказалось, они вполне нормально светят. Нет никакого оттенка. Кто-то ставит их в фонари с задней скорости, для того, чтобы было ночью удобнее парковаться. Потому что они светят очень ярко. Кто-то даже в габариты умудряется поставить. А еще есть любители светодиодов, которые из своего авто делают новогоднюю елку. Главное предохранители не забывать ставить при таком количестве светодиодов. Так как есть большой шанс короткого замыкания. Кто-то мастерит ходовые огни самостоятельно. Очень часто бывает это жалкая диодная лента. Таких, я думаю, нужно наказывать. Потому что водители, привыкшие уже к встречному свету, могут их просто не заметить. Также можно неплохие ходовые огни сделать, допустим, из старых противотуманок. Я так и сделал. Сначала я поставил туда пластины от прожекторов. Но они получились капец какие яркие. Поэтому пришлось их разобрать и переделать. Потому что это нереально ездить, всех слепить. Потом я взял рекламные светодиоды. И по-быстрому их залил эпоксидкой. Там еще несколько полосок у меня. В общем, все, что было. Так, конечно, колхозненько получилось. Но работают уже два года и как бы без всяких проблем. Были и другие варианты самодельных ходовых огней. Вырезались окошки в стандартных заглушках для противотуманок. Вклеивалось туда оргстекло. И выкладывались полоски светодиодной ленты. Кстати, вот эта светодиодная лента. Она очень яркая. Также заказывал я ее на Алиэкспресс. У нас она стоит 500 рублей за метр. Ну а здесь катушка 5 метров. Стоит, по-моему, 250 рублей. Не помню, оставлю ссылку. Вот. Сейчас я ее покажу, как она светит. Диодики здесь достаточно мощные. Большие такие. Вот есть в силиконе. Ну и я взял обычную, потому что все равно заливать ее по ксидке. Кстати, вот из этой светодиодной ленты я сделал вот такой вот интересный фонарик. По-быстрому, вот когда делали тестер-спорки, чтобы подсвечивать подкапотное пространство. И сейчас его еще в ремонте использую. Очень классно, кстати, мне понравилось. Здесь литий-ионные аккумуляторы. Три штучки. И вполне хватает, чтобы разжечь вот такие отрезки диодной ленты. Тут выключатель и гнездо для зарядки. Я сделал неодимовые магниты, чтобы можно было прилеплять куда-нибудь подкапотное пространство. Или вообще где-нибудь снизу машина. И очень удобная штука получилась. Так что тоже возьмите на заметку. Кстати, кто-то в туманке прям встраивает. Кодовые огни кольца делают. То есть и сама противотуманка функционирует. И кольцо, как ходовой огонь работает. Они тоже продаются на Алиэкспресс. Ну а самоделки делать, я думаю, лучше всего именно из старых противотуманок. Их можно смело залить полностью эпоксидкой. И тут они охлаждаться будут хорошо. И светить тоже вполне адекватно. Ну это все, конечно же, для тех, кто любит что-то делать своими руками. Ну а так, в принципе, на Алиэкспресс есть куча уже готовых вариантов. Причем проверенных. Мы уже многие устанавливали. Вполне неплохие. Я список под видео оставлю. Можете посмотреть. Ну а на сегодня, думаю, все. Спасибо всем за внимание. Кому было интересно, ставьте палец вверх. И всем пока. Продолжение следует.